Квартирный вопрос детей-сирот в Анапе, ровно как и в других территориях края, полностью пока не решен. Как остро он стоит сегодня, доложила первая вице-мэр Анапы, Светлана Яровая. В текущем году потребность в жилых помещениях для обеспечения данной категории составит на сегодняшний момент в целом 126 квартир. Нам необходимо для этого. Учитывая опыт прошлого года, предлагаю участвовать в аукционах на приобретение готового жилья, которое будет отвечать соответствующим требованиям. То есть не менее 33 квадратных метров общей площади, не менее 14 квадратных метров жилого помещения. Одна из сложностей в решении этой проблемы – стоимость жилья, точнее разница между рыночной ценой квадратного метра и той, которая определена законом. На данный момент это немногим больше 34 тысяч рублей. Найти точки соприкосновения можно в государственно-частном партнерстве. Земельные участки по строительству домов с социальными квартирами в первую очередь должны быть обеспечены инфраструктурой, что уже само по себе может удешевить стоимость квадрата. Что касается ближайшей перспективы, то Сергей потребовал ускорить работу с конкурсной документацией. Приобретение квартир для детей-сирот проходит обязательную процедуру торгов, а процесс этот небыстрый. И давайте график и не затягивайте. Каждый час дорог. Мы должны сдвинуться с мертвой точки. Февраль закончился, дорогие друзья. Завершая рабочее совещание, глава подчеркнул, планировать дальнейшие мероприятия, исходя только лишь из цифры, в 126 квартир нельзя. Потребность жилья для детей-сирот растет. Они достигают совершеннолетия и вправе претендовать на помощь государства. Другие приезжают к нам на учебу и остаются в Анапе. Поэтому эта работа не должна останавливаться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...